Некоторые казахстанцы, переболевшие коронавирусом, жалуются на искажение чувств. А боняние вернулось, но любимые продукты теперь неприятно пахнут или не имеют вкуса. Это серьезная проблема, ведь процесс принятия пищи превратился в настоящее испытание. Как вернуть прежние ощущения, выяснял Нургали Карабаев. Ахбута Малдебаева больше месяца ходит с необъяснимым чувством. Во всем, что она кушает, девушка чувствует запах бензина и протухшего лука. Процесс питания стал для нее настоящим мучением. В июне у Ахбуты пропали обоняние и вкус. Через месяц все восстановилось. Но в начале октября ко всему присоединились посторонние запахи. Объяснение она искала в интернете, но кроме жалоб на подобное состояние ничего не нашла. Помочь девушке не смогли и наши медики. В итоге пришлось отказаться от многих любимых продуктов. Сначала это было на еду только, а затем круг расширялся уже. То есть не только еда была, здесь уже и мыльные средства начали пахнуть по-другому. Даже вот на улице просто хожу, этот запах может резко пахнуть и уже тошнотворно, конечно, это было. Лук я сейчас полностью даже не могу. Лук и мясо в основном я сейчас не могу есть. Мы провели небольшой опрос на официальной странице информбюро в инстаграм. Задали два вопроса. Как скоро к переболевшим коронавирусом вернулись обоняние и вкус? И восстановились ли эти чувства полностью? Выяснилось, что многие вкусовых ощущений не испытывали целый месяц. Но и сейчас есть искажения. Уже три месяца обоняния и во рту вкус чего-то. Я именно соль не чувствую до сих пор, а сын запахи. Это было летом, а скоро зима. Я переболела, запах вернулся через 15 дней. А дочка с июля до сих пор не чувствует запах. Через 3-4 недели. Не 100% запах чувствую по сравнению с ранее. Профессор медицины Алмаш Шарман говорит, что обычно у 90% людей запах и вкус возвращаются в течение 10 дней. Только у небольшой части это состояние может затянуться. И возможно из-за повреждения тканей в области носа. Вероятно связано с более долгосрочными нарушениями. То есть не сами нервы, а скорее всего сосуды, которые окружают, которые питают эти нервы. Пока нет четкого лекарства какого конкретного. Поэтому здесь вероятнее всего пока то, что предлагают медики, это воспитывать. Воспитывать вкус. То есть берут, допустим, какие-то уже известные запахи, допустим, да, там лимон, там или какой-нибудь, допустим, или там цветочный запах какой-то, да, и тренируют в течение нескольких секунд, да, они пытаются воспринять этот запах. Выходит, что только время и тренировки помогут избавиться от неприятных ощущений. Ахбутам Алдыбаева намерена последовать совету доктора. И, конечно, будет беречь себя и семью от повторного заражения. Нургали Карабаев, Влад Шишко, Информбюро Алматы. Смотрите Информбюро на YouTube, прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования, все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.